Я хочу вам показать оставшиеся авангардные стили, используя нашу табличку, но не все, а вот самые знаковые и дающие самых знаковых художников. И, собственно, моя цель является показать логичность стилей и талантливость художников современного искусства, которое бывает порой не просто для восприятия, но этому надо учиться. И начну я с конструктивизма. Этот стиль появился в России в 1913 году. Цель – материальные коммунистические ценности через искусство. Родченко, Татлин и, конечно, Малевич – основоположник супрематизма как части конструктивизма. И черный его квадрат как верх учения супрематизма. Вот его портрет Малевичный. Надо вам сказать, что у него есть еще кроме этого удивительные, тонкие, прекрасные реалистические пейзажи и портреты. Следующее. Мы не можем обойти такой стиль, как сюрреализм. Это начало XX века, когда человечество было под влиянием учения Фрейда от подсознательного. Это совмещение сна и реальность, иррациональность, втягивание зрителя в лабиринт обманов. Вот это вот, кроме предыдущей работы Дали, это вот замечательный мой любимый художник Жан Миро, испанец. Вот. И стиль еще свойства, точность воспроизведения и реального образа, точная передача светотени, перспектива. Вот это работа Магрита, тоже знаменитого сюрреалиста, который мне во многом ближе, чем Дали. Он такой, на мой взгляд, более такой какой-то чистый, ясный, интеллигентный. В Москве была его персональная выставка некоторое время тому назад. И завершая поп-артом. Это такой фастфуд в искусстве, когда человечество уже устало разгадывать загадки художников. Вот. Тут все просто. Ставка делается на изображения из масс-культуры, из рекламы, из комиксов. И там присутствуют бытовые предметы, новости. Такая, когда культура потребления. И при этом оно огромных хладостей... Этот стиль охватил и вот, например, портреты в стиле пишутся поп-арта. Одежда делается с принтами поп-артовскими. Даже дома моды вот это делают. Хотя вот у Энди Орхолага, одного из основоположников, который человек совершенно непростой и очень интересный, у него была попытка размыть границы между высокой и низкой культурой. Но при этом вот еще вот поп-арту свойственна такая вот некая эмоциональная отстраненность. Вот эти вот работы поп-арта очень популярны, наверное, всем известны. И хотела я вам завершить, что вот рассказываю вам о стилях современного искусства, начиная с импрессионизма, который являлся родначальником авангарда, искусства новейшего времени. И вот я очень надеюсь, особенно заканчивая поп-артом, что искусство, идя по спирали, все-таки вернется от поп-арта к более высоким и эстетическим своим формам. Вот так вот.